Горючее для танков. На учениях «Эшелон» в Таджикистане российские военные показали новый мобильный заправочный комплекс. Как он работает, увидел и Игорь Наймушин. Поднимая пыльную бурю, автоцистерны с «Горючим» мчатся на площадку для массовой заправки бронетехники. Это один из этапов специальных учений АДКБ «Эшелон». Подразделения, которые подвозят топливо для танков и бронетранспортеров, тренируются оперативно заправлять технику практически на поле боя. Подразделения материально-технического обеспечения приходится работать в условиях, приближенных к боевым. Как мы видим, плотная дымовая завеса. Сейчас бронетранспортеры подъезжают к автозаправочным комплексам. И за считанные минуты они будут заправлены топливом и, как говорится, сразу в бой. 30 единиц бронетехники заправляются одновременно. В этом уникальность операции. Техника в одной колонне почти на ходу. Танки и БТР подъезжают один за другим, сразу с двух сторон автозаправочных мобильных станций. Использование новейшего российского комплекса АТЗ-12 позволяет в считанные минуты снабдить горючим сразу несколько тяжелых бронемашин. А всего на операцию по заправке 30 единиц бронетехники отводятся считанные 15 минут. Рота подвоза горючих смазочных материалов обеспечила развертывание пункта массовой заправки техники, на которую было заправлено одновременно 28 единиц техники, с использованием новейшего образца специальной техники АТЗ-12, которая по своим техническим возможностям может одновременно заправлять 8 единиц специальной техники. Вовремя подвезти и разгрузить боеприпасы – это половина успеха войсковой операции. Если не больше, военнослужащие из шести стран УДКБ учатся и этим совместным действием. Перегрузка имущества и боеприпасов – это тоже важная часть учения. Сейчас белорусский МАЗ подъехал к российскому Уралу и будет проводиться перегрузка боеприпасов из одной машины в другую. Сделать это нужно точно и оперативно. Наладить быт, накормить и помыть солдат, обеспечить чистой экипировкой и бельем, хорошо замаскироваться – все это работа тыловиков. На таких совместных тренировках они учатся действовать сообща. Развитие своих навыков, обмен опытом с дружными странами и совершенствование материальной базы по маскировке техники в полевых условиях, размещение роты в полевых условиях и проведение тех или иных тактических учений. В рамках учений «Боевое братство» продолжают тренироваться и другие подразделения. Тактикой своей работы обмениваются и разведчики из стран АДКБ. Но свои секреты они выдают только друзьям. Игорь Наймушин, Михаил Артемов, Николай Савчин. МИР24.